Я представляю суббольность открытый дайдинг на хакатоне Я представляю суббольность открытый дайдинг на хакатоне Взникла суббольность достаточно спонтанно Трекатый тому, мы, ядерные супреи и коллеги Мы организовывали хакатоны И на одном из них, это был Hack for Future хакатон На одном из них мы просто собрали портал открытый дайдинг И потом нас затягнуло Мы стали долей его наполнять Долей шукать прыглы на такой, как предоедательные могут быть выкористаны Потом все больше и больше обсуждать про то Как это можно выживать в разных сферах И в уголе, что в Беларуси можно с этим срабить Да, я обенцовала кружку Привожди Так вот И таким чином я поступово утянулась в какую-то этапу У меня есть журналистский бэкграунд Зараз я працую у компании, которая занимается веб распроцовкой И мы в этом липу с гуманту, когда стали заниматься открытыми дайдингами Утягнулись, працывали с датапроектами так само Я нанесу все открытое На плане побольше все, что не открытое Мы сами сбираем дайдинг Вот Это то, что про меня Я бы хотела завтра, чтобы вы уже расставились И познакомились между собой и самой Еще раз И сказали бы В том, чем вы занимаетесь И чему пришли на этот курс Чтобы вас в первую джингу индикаить Здравствуйте Меня зовут Виким Крылев Я працую программистом Працую у Памчук Всегда мне подало то, что Широ кажучи, выбираючись курсов Я выбирал, как что-то познайомиться с летучим университетом И что-то, может быть, не самое складальное Но и плюс терма мне подавалась довольно цикавой И я думаю, в своей профессийной деятельности мне это поможет И просто мне, ну, и таки сам погляд, что All the best is free Самое лепшее бесплатное Поэтому я так же и открытый датник Это корыстно и такое В чем мы за гэтым будущем Ну, я верю Тим Бердерс и вам изгодный Это Первый датник Добр Спасибо Паша Тоже разработчик Основной опущенной Питоги 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 Хорошие библиотеки для данных То есть Хочешь что-то пробовать больше и чаще По работе не дается Что у вас узнать? Как это все будет? Я не могу описать, что Не понимаю А я умею себе Такую как Сробить с некие Минимальные Хотя бы один заняток С некой Практикой Попадать Я еще подумаю, как это Сробить так, как люди С родными техническими навыками В профиле Попадать А я Что я построила Меня зовут Юля Я работаю бухгалтером Собственно в университет Меня привело любопытство Потому что Сфера для меня Вот эта довольно новая Открытая данная Я никогда с этим не знакомилась Ну и чисто в интернете Случайно Наткнулось на понятия В университете Увидела, что Открывается новый курс И решила записаться Так что Привело меня сюда любопытство Мое имя Яуген Я занимаюсь в основном Образовкой мовы натуральной Что по-английски НЛП называется Про портал Я бы еще до этого Позявился Я знаю, что Уже долго зачу Але Немногие Максимумы Познаем Системы Больше Якостно Так что Есть такая мыта Доведаться все, что Что это такое А вы с Алексеем Медведским Отдаетесь Не Не Чувствую Я не таких Людей Знаю Максимумов Ну Я думаю, что Тут Уже Отлично Понятно Да Так что Это Какая мыта Оставать Подписывать Что такое Меня зовут Татьяна Больграунд Университет Не выпадая Затем В интернете Я как фрилансер И еще одна тема Такая связана Может быть Открытая Мне даже не меньше Мне цикава Это то, что я Займаюсь Кинематичным божиком А Вось Уже С Два Годы Я Попробую снести Какие-нибудь Аниматные приклады Давайте Да Я не совсем Слышал вопрос В первоначальной Но я думаю, что ты делал себе О чем тут речь Меня зовут Кирилл Скажем так Не совсем это моя сфера Я немножко увлекаюсь Программированием Я взял пару курсов Таких как Интро, например В Data Analysis На Курсере На UDA-сети Что-то было Вот То есть Грубо говоря Основное то, что было Это любопытство Ну и сам формат даже того, что это открытые данные А не просто данные Да Интересно просто Что это будет И как это будет Ну в плане техничной базы Открытая датьяна Я взлышал датьяна Это никак не оброс Не будет с этим Технично одно и тое Вы И так Мне ключ в телесклод Я Тут, напевно Больше Цикавлюся И представляю Инициативу Добрый Город Другод Сити Это Инициатива Я займается Громадскими Публичными Просторами в Менску И Верно цикла Как бы Попрацовать Заткрытыми дайдинами Заразуметь Як их Доставать И користаться Как не доставать Уже Доброе Дякую Александр Ергулевич Магистр Юричных Наук Магистр социальной психологии С летучим Давно Культурные курсы И Политологические Мне немного Я перешел Чисто на дистанционное Посещение Этих Поскольку Мой Личный опыт И личная история Сильно Отличаются Как от Канонической Государственной Версии Так от Канонической Позиционной Версии То есть Я вот Такое Еретическое Создание Дитя Хаоса Которого Брать Супер Будет Отлично Скажу Еще Верси 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 То То Что Бывает И Есть Руки От Законодавства Я Наталья Цибирская Я Выкладываю Социологию В Экономичном Университете Я Не А Мне Цикало Довериться Особисто С вашей Помогой Верси Довериться И Верси Будет Расслево Одновременно Так Меня зовут Оксана Шелест Я Социолог Думаю Что Про Данное Что В Смысле Новых Технологических Решений Ну Человек Не Подкованный вещами, в том числе все же связано с медиа, с медийным продвижением, поэтому надеюсь, что даже с не очень высоким уровнем технической подготовки можно будет от чего-нибудь добраться. Ну, второй вопрос, я не знаю, насколько он будет здесь разбираться, это вопрос уже с скорее социальными контекстами и последствиями самого феномена открытых данных, что за собой несет новая эпоха больших данных и открытых данных, то есть гуманитарные и социальные аспекты всех этих прекрасных инноваций. Я сказала бы, что про другое, о чем ты с меня ешься, будет больше, чем про другое, потому что я не ставила себе МЭД научить вас пранцевать с дадинами, потому что, во-первых, видны разные узоры людей, по-другое, немогчимо означает занятка, научить людей пранцевать с дадинами в эту сферу, от сбора дадин, от ритуализации, анализа, за нее есть разные инструменты, разные мовы, прохламывания, которые уже в Пайдоне изгадывали, и есть мовы прохламывания R, которые позволяют мне это, она распроизвала не астантыстыки или астантистичные датели, астантистичные датели. И то, это собственно, которое нас за собой венде, и на собственно, того, что в Будде, когда мы будем жить без ответа к дате. Мы еще не поздравили с вами. Елена, я занимаюсь переводами английский язык как фрилансер, и наш, я заканчиваю, честно говоря, так спонтанно пришла, мне прислали ссылку и сказали, посмотри, я посмотрела все темы, они философские, я ничего в них не поняла. И это была единственная, в которой я поняла все, какие-то такие очень четкие, животрепещущие вопросы, и я решила, что, а я тоже хочу. Вот собственно и все. Ну и в принципе, как-то у меня вот идея открытости и прозрачности и всяческой транспарентности гораздо ближе, чем всякая там секретность и даже конфиденциальность. Ну, я теперь наконец переключу мовы по голове. За все время того, что мне приходится соприкасаться с темой открытых данных, я для себя выделяю в них два таких больших эффекта. Это открытые данные как инструмент, мы уже начали об этом говорить, да, который требует определенной технической подготовки, требует определенной инфраструктуры, кто-то должен их собрать, привести к какому-то формату, опубликовать, потом поддерживать сервер, платить за этот сервер, обновлять эти данные. И в этом смысле открытые данные пересекаются в одном облаке тега, который находится с такими понятиями, как большие данные, их даже путают. Даже в ваших анкетах кто-то употреблял большие данные вместо открытых данных, есть разница между понятиями. И большие данные, это скорее закрытые данные, не структурированные. Ну, мы про это потом отдельно еще поговорим. С другой стороны, открытые данные – это идея, которая в одном пространстве лежит и со свободным ПО, программным обеспечением, и с правом на доступ к информации, и с e-governance, умные города, и все, что требует уже не технически, как бы какого-то образования, а определенной смены сознания, как со стороны тех, кто владеет данными и готов их открыть, либо не готов открыть. Воправно? Нет. Просто наслаждаюсь. И также смены сознания со стороны тех, кто является потенциальным потребителем данных. Потому что можно опубликовать большое количество наборов данных, и при этом это не принесет никакого абсолютного эффекта, если люди вокруг, там, граждане, не будут пользоваться данными. Каким образом можно пользоваться данными, мы еще поговорим. Ну, что, собственно, может быть открытыми данными? Ну, что такое данные, в принципе, нужно объяснить. То есть это какая-то информация в структурированном виде. Это может быть, как, там, таблички с циферками, там, или с текстом, да, в ТНГ, а может быть звук, видео, изображение. То есть сейчас с новой технологией практически любой род информации может быть доступен, в том числе и качество открытых данных. И суть в том, что люди, которые являются потребителями открытых данных, это могут быть, как, например, там, предприниматели, которые создают свои продукты на основе открытых данных. А может быть мы с вами, которые, там, не знаю, открыли, посмотрели курсы валют на сегодня, да. Вы, например, не осознаете, что вы пользуетесь этапами данными, об этом делаете. Или, там, приезжаете в какой-нибудь город, прокладываете себе маршрут из точки А в точку Б на Google-картах, и они вам подсказывают, в какое время и на каком автобусе вы можете доехать, там, через сколько этот автобус придет. Это тоже момент, когда вы пользуетесь открытыми данными, не осознавая этого. И, собственно, часто мы пользуемся открытыми данными в такой форме, что мы просто берем информацию в любом месте, в любом виде, в котором нам удобно. Есть три главных характеристики данных, которые мы можем называть открытыми. Во-первых, это бесплатные данные. Здесь у меня вопрос к вам. Откуда в нашей жизни может появляться бесплатные данные, потому что это ведь не воздух, который существует, потому что так устроена планета. Это продукт деятельности человека, собственно, вот. Медиа, СМИ, интернет. Интернет кто-то наполняет? А, ну да. Какие еще? Какие-то дезинтрализованные данные, которые собираются от большого массива через победы? Это вообще большие данные. Это, на самом деле, очень смежная дисциплина. Да. Хорошо, запомним этот момент. Также вторая характеристика – это то, что открытые данные могут быть использованы без ограничений. То есть это какая-то информация, которую мы можем использовать для любых целей. От создания коммерческих проектов до, там, не знаю, журналистских материалов, расчета личного бюджета, чего угодно. Раньше говорилось о том, что открытые данные не должны быть ограничены лицензией. Ну, то есть, например, вайт. Там вы встречаете какую-то информацию или какое-то, не знаю, изображение и видите подпись. Не для использования в коммерческих темах, например. Для открытых данных считается, что таких ограничений должно быть. Причем сейчас уже постепенно к тому, что они должны иметь лицензию открытых данных. Как я думаю, что в Creative Commons вы видели лицензию, да? Вот эти вот две цифры все. Это значит, что вы можете использовать, там, это, например, изображение, подписав автора. Ну, и могут быть там еще какие-то, скажем так, условия использования. В основном, можете использовать с открытыми данными. Вы можете использовать в любом виде хорошо, как бы, ну, правило хорошего тона указывает, конечно, источник, потому что человек, который, например, потом работает с вашими данными, ну, там, читает вашу визуализацию на сайте. Хорошо же, чтобы он имел возможность пойти и проверить, если ему что-то показалось некорректным. Это, как бы, такое правило хорошего тона. Техническая сторона открытых данных, они должны быть в машиночитаемом формате. Это очень простая вещь, с одной стороны. Это просто характеристика, которая позволяет программам работать просто с вашим, с каким-то набором данных. То есть, вы, конечно, можете посадить, там, пять стажеров, которые будут вам с книжки переписывать данные вручную, да, и платить им зарплату. Можете настроить, там, свое приложение, например, таким образом, чтобы оно напрямую обращалось, там, к какому-то сайту и забирало оттуда информацию. Это, как бы, то, что есть машиночитаемость. Когда человеческое вмешательство, в принципе, не нужно. Так вот, как бы, чтобы подсуммировать это, собственно, открытые данные – это все, что любой человек может, к чему может иметь доступ, использовать и потом делиться либо продуктом, либо, как бы, дальше передавать сами данные. Почему это, собственно, хорошо, кроме, там, каких-то экономических обоснований, к которым мы перейдем дальше? Мой любимый пример этого года по поводу пользы открытых данных – это прекрасный британский школьник Милли Саломон, который нашел данные, ошибку в данных NASA. Он сделал школьный проект и работал с данными, которые посылают датчики Международной космической станции и обнаружил, что некоторые датчики присылают ошибки. А NASA, можно сказать, что это один из самых, ну, они очень много своих данных открывают. От конкретно вот такой информации, как информация с датчиков до фото, даже исследования, они выкладывают какой-то доступ. И, в общем, он перепроверив все с учителем, написал им письмо, ребята, у вас тут ошибка. И стал такой звездой BBC на 15 минут, потому что, действительно, хоть NASA и знала, что у них вот в этих датчиках бывают ошибки, но они думали, что ошибки случаются раз в год, ну, там, несколько раз в год. Казалось, что несколько раз в день. И неизвестно, сколько бы еще без британского школьника они бы не знали о том, что у них есть ошибки. И это история про силу, и вообще, мы сейчас, ну, уже только ленивый не говорит о том, что информация становится столько, что мы не в состоянии ее перерабатывать. Данных тоже становится так много, что одна организация не всегда может уследить, как бы перепроверить все свои данные, даже такая организация, как NASA. Собственно, кто использует закрытые данные, кроме британских школьников? Это журналисты. Понятное дело, Guardian в Британии были одними из двигателей вообще всей движухи вокруг закрытых данных. Вы можете почитать Guardian Data Blog, они там прям очень много делают проектов, основанных на данных. Не только Guardian, то есть белорусские журналисты тоже делают проекты на закрытых данных, если у них получается их найти. Университеты активно работают, то есть, вот, например, у Кембриджа есть даже своя страница на GitHub. Кто знает, что такое GitHub? Да, мне нужно объяснить. Да, это, в общем, место, где много кода, и с ним можно работать коллективом. Zillow – это компания, один из крупнейших сейчас игроков на рынке недвижимости американского, и у них даже в финансовых отчетах виден момент, когда в Америке стало много данных, потому что администрация Обамы, она очень активно занималась этой темой, и вот прямо там в 2016 году можно найти прям в блоге, когда сначала администрация Обамы говорит, вот смотрите, реальный пример использования открытых данных, смотрите, как круто это все компания, и компания, которая говорит, да, спасибо, спасибо, вы так много для нас сделали, потому что действительно, когда стали данные о населении статистически открыты, когда стали открыты данные о недвижимости в Штатах, у них прямо видно, что случился бум, они, ну я думаю, что все пользуются когда-нибудь каталогом онлайнера, а вот они то же самое, только про недвижимость, они помогают продавать и покупать недвижимость, как частную, так и корпоративную и так далее. Open Data Nation это компания, которая занимается предиктивной аналитикой, она на основе существующих наборов данных анализирует, помогает, например, городским властям или застройщикам прогнозировать, какие дома, собственно, нужно построить в конкретном районе, двухэтажные, трехэтажные, они анализируют статистику по преступности, по тому, как населены другие районы, похожие в этом же городе, и, в общем, на основании этого вводят какие-то рекомендации. Maps.me кто-нибудь из вас использовал? Все практически. Белорусский стартап, который полностью, вся как бы его бизнес-модель построена на использовании открытых данных, потому что они используют OpenStreetMap, а это то, что было создано волонтером, большим количеством людей, которые между собой даже не знакомы по большинству по всем мире, и, собственно, я сброшу вам даже в рекомендательные материалы после занятия, чтобы вы могли послушать лекцию Юрия Мельничко, это основатель в СМИ, он выступал на TEDxMEGA, если вы знаете, есть TED, большая конференция в России, есть как бы свой филиал, ну, там какая-то очень сложная система лицензирования этого мероприятия, но вот TEDxMEGA, это, скажем, такой маленький белорусский TED, и Юрий Мельничник там выступал и рассказывал, как, вообще, почему, например, карты OpenStreetMap для таких стран, как Беларусь, маленьких, намного более подробные, чем карты Google, и, в общем, это очень интересная история. Еще это Startup OneSor, кто-нибудь слышал? Отлично! Ну, вот, кровь даже работает, наверное, да? Нет? В общем, это белорусский стартап, который занимается рациональным земледелем. Они помогают с помощью аэрофотосъемки, там, компьютерных, спутниковых снимков и других данных о почве, рассчитывать, какое количество удобрений и в какой конкретный, там, квадратный метр нужно, там, как, внести. Потому что, когда по старинке засыпается просто все одним слоем, получается, так как почва, она везде разная, получается, тут перебор, тут недобор, а в итоге фермер тратит больше денег на удобрения, чем он мог бы. Они экономят прям какие-то серьезные суммы. Если у меня получится уговорить их, я их даже приглашу к нам, потому что это, как бы, ребята, которые очень много, ну, пострадали, я бы сказала, от использования, от отсутствия фермерных данных в Беларуси, потому что они, ну, если бы было, там, так же много информации о земле, как, там, сравнительно в других странах, но в тех же штатах, то их жизни было бы намного меньше боли. Я уже рассказывала о Google, да, приводила пример. То есть, когда вы приезжаете в какой-то город, вы можете посмотреть там расписание транспорта наземного, и при этом Google будет вам подсказывать, что ваш автобус приедет через 3 минуты. Это значит, что в этом городе есть открытые данные GPS наземного транспорта, ну, и вообще общественного транспорта. В Минске вы не можете посмотреть такой информации, потому что GPS Минского транспорта, он закрыт. Была попытка как-то его открыть перед чемпионатом мира по хоккею. Сразу же наросло приложение, которое рассказывает вам, как будет ваш автобус, но потом Минск Транс решил продавать эти данные. Так вот, даже Google у них не покупает. Что папа продавать не умеет? Ну, вот не умеет, если бы кто-то покупал, ни Google, ни Яндекс их не купил. Не знаю, просто, конечно же, и покупает. К сожалению, просто попытались закрыть только в бюджете, и в результате просто запороли хорошую инициативу. Они, как бы, к сожалению, на них просто не удобно зарабатывают. Ну, в общем, это и важно. Собственно, откуда берут бесплатные данные? Есть несколько источников, главное из них — это государство. Здесь логика такая. Государство существует на налоги граждан, и, соответственно, данные, которые оно собирает, уже оплачены из этих самых налогов. При этом, как бы, тут нужно помнить, что, с одной стороны, да, с другой стороны, особенно учитывая, например, в Беларуси советское наследие, скажем так, советской статистики, то для того, чтобы государство совершило вот этот вот shift от мы собираем все в сборники для внутреннего пользования до мы публикуем все там на сайте, все, что там может увидеть каждый, да, здесь очень много включается моментов, мы еще поговорим об этом, потому что отдельное занятие будет об открытых данных Беларуси, но здесь сразу включается много моментов вот психологических, когда люди, там, чиновники просто боятся, что их ошибку кто-нибудь найдет. Ошибки всегда случаются, даже у нас, как мы видели, и нужна определенная смелость, и, в принципе, в, так сказать, в отношениях между людьми должно существовать такое понятие, как право на ошибки, да, у нас с этим есть проблемы. Поэтому, как бы, от таких моментов и до того, что нужно полностью перестроить процесс сбора данных и потом, как бы, их публикации, потому что сейчас, как бы, ничего этого не существует. И все государства проходят этот процесс, и, в принципе, все сталкиваются с очень похожими проблемами. Вот в сентябре в Киеве был первый Open Data Forum, и они пригласили туда британца, который был министром кабинета министров в момент, когда в Британии вся инфраструктура от данных налаживалась, и он прекрасно просто сделал такое выступление по поводу того, как много креативности находится в бюрократах, когда нужно придумать отваску, почему эти данные нельзя открыть. Там еще покажу прекрасную потом картинку про Open Data Bullshit. Так вот, как бы, основная история — это государство, которое, как бы, вроде как, собирает данные на налоги. Но есть еще и интернативные истории. Например, как я уже говорила, OpenStreetMap — это пример того, что называется citizen-generated data, когда каждый человек, в принципе, мы обладаем той или иной информацией, которую, если мы захотим поделиться, то мы можем, как бы, собрать ее где-то в одном месте. Как здесь будет OSM. Когда, например, я захожу на карту и вижу, о, а моего дома на ней нету. Я иду, редактирую, как бы, и добавляю точку на карту. Или там, у меня есть любимое кафе, я захожу и такая, о, нет любимого моего кафе на карте. Я добавляю, как бы, это кафе на карту. Тут есть плюсы и минусы, потому что, например, если я пользуюсь Maps.me, то вы можете заметить, что, когда приезжаю в какой-нибудь новый город, и, ну, ты видишь, например, что тут вот стоит там какой-то памятник, а на карте он, может, не обозначен, но зато обозначены, там, апартаменты такие-то, апартаменты такие-то. Ну, в общем, любые данные, которые собираются толпой, да, они всегда, как бы, имеют свои особенности в плане того, что там, ну, могут быть и ошибки. Я думаю, что вы знаете об Аталиях, там, не любите, да, когда, например, кто-нибудь написал там стативу, а другой не согласен. При сборе данных получается примерно то же самое, да, в том же самом ОСМ, если, если, кстати, интересно, то можно пригласить ребят из ОСМ-сообщества тоже, чтобы они рассказали про то, как это происходит у них, потому что Беларусь очень активно в ОСМ-сообществе. Еще один источник открытых данных — это коммерческие компании. Постепенно некоторые большие компании, вот как Uber, чей логотип у нас на слайде, они начинают использовать, ну, тут, конечно, не без корысти, да, потому что открытие данных используется в том числе и как PR-ход, вот как бы мы помогаем городу, да. Например, Uber Movement, их проект как бы открытых данных, он как бы дает информацию о том, например, как движутся их машины по городу, да, и можно делать выводы, где там проблемы есть с дорогами, где там, например, не знаю, какие-нибудь аварии чаще случаются или что-то в этом духе. Вот тут ситуация win-win получается. С одной стороны, как бы Uber имеет себе PR и наращивает сообщество людей, которые пользуются его данными, да, а с другой стороны, город, например, получает данные, дополнительную возможность анализировать ситуацию в городе, что происходит с дорогой. Поэтому как бы тут не за что никого особо винить за желанием пиариться на этом. Это же может быть. А чем еще, кстати, Uber делится, кроме того? Да, по-моему, особо пока что ничем. Ну, то есть там, ну, Google, например, они делятся, ну, Uber, вот, какой-то проект, Uber Movement. Google делится всякими историями, типа, вот у нас там такой-то германный баланс в коррективе. А маршрутами-то все они не делятся, да? А это уже маршруты на такси свои. То есть, да, с той точки зрения, что статистически. Вот мы можем посмотреть, что в Каменной городе там вот заказывают с этой, с этой, с этой точки. И это будет в каких-то количествах заказывать. Ну, это зависит от города, то есть нужно просто как бы смотреть, если по-минску вообще еще не оставить информацию. То есть они еще не открыли. Ну, то есть там тоже это как бы все сложно. Вот. Еще одним таким серьезным источником информации являются некоммерческие организации. OpenCorporance, например, к которому я привожу, они... Ну, это большая база данных о разных компаниях мира, да? То есть вы можете зайти почитать там о владельцах, там, где компания срегистрирована и так далее, и так далее. Это как бы некоммерческий проект, но есть такие коммерческие. Например, в Беларуси есть, там, Картотека и Легатвай. Они собирают информацию, вот такие, как бы, про файлы на белорусские компании. И когда, там, например, одна компания хочет, там, проверить вторую при заключении договора, да, это проект, как он прогрет. Вот, как бы, используются, пользуются услугами этих компаний. В принципе, и Картотека и Легатвай, они, ну, как бы, выказали свое... Свою заинтересованность в развитии, там, открытых данных Беларуси, да, то есть они поддерживают эту тему. Именно потому, что, как бы, они, собственно, ну, очень сильно мучаются тоже с, там, с госданами, которые сейчас, даже если они покупают их, находятся в достаточно сложном для обработки состоянии. Университеты тоже являются источниками открытых данных, которые открывают, как бы, свои исследования, например, ну, отдельные ученые, исследовательские центры. Не все, конечно, но есть определенные движения, это прям, это движение за открытую науку. Источники данных. Open Data Institute, это один, там, из ведущих вообще институций в мире, которые занимаются темой открытых данных. Они в 2015 году провели такое исследование Open Data Means Businesses. Они исследовали 270 компаний, которые, как бы, не просто любые компании, но те, которые они называют Open Data Companies. Что значит, что в бизнес-модели этих компаний, так или иначе, присутствуют открытые данные. Либо это, как, например, у WebSme, основное, скажем, основное топливо этого бизнеса, или открытые данные используются для какой-то дополнительной аналитики, там, например, в Штатах есть такой проект, который используют, там, местные фермеры, это, как бы, в рамках поддержки местного фермера, что, когда каждое утро, там, вы можете зайти посмотреть на сайте, сколько сейчас стоит по всей стране помидоры, и сформировать, как бы, свою цену, да, там, на основании этого. И добавить, как бы, тоже, там, свою цену. Вот, как бы, такие вот вещи, да, то есть, иногда открытые данные могут быть прям основным топливом, а иногда чем-то, что помогает, там, понять рынок, понять своего потребителя, как, например, в примере Zill в риелторской компании, риелторский проект, наверное, уж так ее компания называют, то там они, как бы, данные о населении тоже используют для того, чтобы, как бы, улучшать свои алгоритмы, улучшать то, каким образом они предоставляют данные пользователю. И, в общем, эти 270 комбайней дают 92 миллиарда годового оборота, 92 миллиарда фунтов годового оборота и 500 тысяч рабочих мест. Вопрос о том, что получает государство, когда открывает данные, да, рабочие места и доходы в бюджет. Это, как бы, одно из, ну, один из самых главных экономических аргументов по поводу открытых данных, потому что, если просто продавать данные, то эффект, получается, не таким внушителем будет. Тоже, что ты заработаешь, но не столько. Так вот, из этих 270 компаний 70% используют государственные данные, то есть, как бы, только, например, или государственные и данные других бизнесов, не государственных организаций и то, что называется community projects, вот, open state map, это, как бы, citizen generated data, либо community projects, да. 49%, то есть, половина из этих компаний используют, так или иначе, и негосударственные источники. Что же, если брать по типу данных? Какие это данные, скажем, о чем? Самые в отрыве всего идут геоданные и карты. Просто потому, что это обычно базовый, самый базовый набор. Вообще, данные, например, о домах, ну, как бы, одна из мечт сообщества, это заявить такой датасет с возрастом домов Минска, потому что на него можно накручивать просто все, что угодно, да, там, от цен на жилье, вы получаете одну картинку, до, там, не знаю, развитости инфраструктуры, количество аптек и так далее. Вообще, все самое интересное с данными происходит, когда смешивают два разных типов данных. Тогда получается главная аналитика, и тогда самые вкусные истории прождаются. И чем больше таких вот базовых датасетов, которые можно наложить на что-то, тем интереснее живется аналитиком данных. После геоданных идут данные о транспорте, о экологии, ну, environment это, наверное, немножко шире даже, чем экологию, но демографические данные, данные о бизнесе, ну и так далее. Данные о финансах, экономические данные, о энергии, о погоде. Это если говорить о заграницах, а если говорить о Беларуси, то есть вот такой график. Мы этим летом проводили онлайн-исследования спроса на открытые данные. И, как бы, с одной стороны, спрашивали о том, какие открытые данные нужны бы беларусским компаниям. Фокус был именно на компаниях, на бизнесе. С другой стороны, мы пытались еще одновременно понять, как же они уже сейчас используют данные, которые находятся в публичном доступе. Тут была проблема с тем, чтобы при условии онлайн-опроса спросить именно то, что нам нужно. Ну, я надеюсь, что мы вправились более-менее с этой задачей. 960 анкет получили мы в вопросе. Анкеты рассылались через хостер-бай, рассылку их клиентскому бату, через картотеку, я уже ее сегодня упоминала, через... были публикации на турбай, на девбай, маркетинг-бай, в общем, все, где мы теоретически понимали, что мы можем словить бизнес-ардиторию. И вот это, собственно, я вам пришлю ссылку на исследование отдельно, чтобы мы могли сами покопаться в нем. Но это как раз описание сфер, где уже сейчас применяют опрошенные компании. А можно было отвечать на анкету либо от имени всей компании, и таких ответов было 30%, либо от своего, но при этом большинство, около 90% отвечавших, используют в работе данные. То есть это, как и так или иначе, не лично использовано. Так как для данных... ну, данных в публичном доступе. То есть это, скорее всего, данные, которые приходится еще как бы сильно набирку потеть, чтобы собрать. И, собственно, цвета столбиков это обозначают оранжевые. Это ответы, которые пришли от респондентов, отвечавших от своего имени. Синие столбики ответа от респондентов, отвечавших от его имени компании. Тут у нас финансы на первом месте, IT-сфера и образование, что было для нас удивительно. Это были вопросы с множеством вариантов подрядов, то есть один человек мог поставить несколько капучек. Какие типы данных измеряют? Да, есть два основных индекса, которые меряют, скажем так, ситуацию с открытыми данными в сканах. И я тут упоминаю только Open Data Barometer, второй Open Data Index, но в Open Data Index мы еще не вошли в Open Data Barometer, мы вошли в прошлом году, наконец, на почет 92-м месте оказавшись. Неплохо. Ну, там сто... Семьдесят две, по-моему, или что-то вроде того. Ну, где-то мы посерединке. Я еще потом отдельно просто буду говорить про него, покажу вам больше слайдов. Ну, вот они, как бы, измеряют 15 видов данных ищут. Это, там, транспорт, судебная система, данные о населении, область в бюджете, криминальная статистика, электральные данные, те же самые картографические данные, об образовании, международная торговля. В общем, как бы, в принципе, практически все они меряют. И там, как бы, идет несколько... Матрица, данные, данные присутствуют, данные открытые, данные присутствуют, ну, платные. Ну, в общем, про эту историю мы еще поговорим. Теперь у меня к вам другой вопрос. Представим, что в Минске наступил полный спортситель, в Минске ГАИ повесила там на всех светофорах, на всех столбах просто камеры, с помощью которых, отслеживая ситуацию на дорогах, собирает все это видео в одном, там, дата-центре. И штрафует его. Да, там нейронная сеть это все обработывает и высылает автоматически штрафами нарушителя. Это все делается за бюджетные деньги, по листам науки. И вот вопрос. Это видео может ли быть открытым в формате открытых данных? Может ли транслировать это где-нибудь, там, на специальный сайт? Наверное, нет. Еще? И почему? Ну, потому что ситуации разные и другие бывают. Допустим, мой человек не хотел, чтобы вы увидели какое-то его окружение. В публичных местах можно такое транслировать. и это вообще золотое дно. В публичных местах что имеется в публичных местах? То, что происходит в публичных местах, во-первых, это резко повысит безопасность. Потому что уже нельзя будет ничего украсть или никого ранить без того, чтобы это не было зафиксировано. И хорошая система наблюдения – это прекрасно. Сейчас, например, в США у них такие камеры повесили даже на каждого полицейского. и ушла проблема с оговором. То есть обычно… И с применением силы. Да, и с применением силы. Потому что обычно бедный задержанный, конечно же, говорит, что кровавые псы режима, полицейские, там, превысили полномочия. Это, на самом деле, в две стороны сработало. Банец стал реже стрелять, а задерживыми реже пытаться ударить. Так ведь это прекрасно. Вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Какие-то случаи? Мне кажется, что их можно использовать, но с оговорками. Например, мне кажется, что деперсонализация должна, как минимум, присутствовать. Замазать все номера? Что? Каким образом это может быть деперсонализация? Замазать все номера? Да. Просто вопрос, что эти данные будут доставаться. Ну, вот, конкретно стрим, который... Замазать можно достать все, что угодно. Ну, то есть, все, что есть. Да. Это стрим, который получают гей, да? То есть, для них важно видеть номер автомашины или слово того, кто был знаком. Тогда какие-то вопросы есть, да. Вот я сейчас задаю их, давайте подумаем. Какие-то доноски. По-моему, с другой стороны, даже если зайти, нельзя концентрировать данные в одном институте. Потому что это автоматически расширяет власть людей, которые владеют этими данными. И расширяет их возможности. Если это концентрироваться в рамках государства, как института, то это, скажем так, неправильно. Потому что это может иметь для собой вполне очевидные последствия, как, например, у нас в Беларуси, но это немножечко иная история с триэтапным режимом, то это, в принципе, может быть вместо таких соответствующих решений. Окей. Еще? Ну, я прошу прощения, но вот это вот то, чего боятся сейчас от открытости данных. У спецслужб это было уже лет пятьдесят как, другими методами, другими технологиями. И, например, полковника Каддафи это не спасло. У него были вот эти самые прекрасные системы наблюдения, проданные ему теми же американцами, и девчонами, и французами. И эти центры слежения настраивались специалистами, в том числе из России и Беларуси. Был большой скандал, когда после революции вот это все открылось, но полковника это не спасло на самом деле. Да, вы уже понимаете, что это случилось в условиях иностранной интервенции все-таки. Давайте мы не уходим. Тут мы попадаем в ситуацию, когда общая ситуация просто. С одной стороны, закрытость, полное собирание, но закрытость, то есть отсутствие доступа кого-нибудь кроме государства, это как-то сразу вызывает опасность злоупотребления неоткрытости и неравных прав, то есть невозможности, например, что-нибудь доказать, если мы имеем дело с несправедливыми государственными институтами. Если мы все это открываем, мы подталкиваемся на персональные данные и на границе приватности и персональности. Собственно, в общем, непонятно, где баланс. Сейчас мы собственную встречу. Собственно, да. Сейчас мы собственную встречу. Я просто хочу продолжить, чтобы больше почувствовать. Вот, как бы, все из вас получили эту табличку, да? Кто-нибудь из вас возмутился тем фактом, что я резонализировала ваши ответы и разослала все? Нет. Я результата. Вы уж сами депрессивны. Вы мне поломали всю игру. Потому что дальше я хотела спросить, а если бы я вас там здесь подписала в том, как ты видел, да? А если бы я вас спрашивала там, когда вас в последний раз задерживали в пьяном видео все вместе там, да? Вопрос, конечно, как бы я к чему, собственно, я веду, и Оксана сказала, наверное, многие из вас, в том, что есть вещи, которые из понятия открытых данных исключаются. Это, как бы, три основные штуки. Персональные данные. И с персональными данными сейчас в Европе как бы, ну, наблюдается определенный сдвиг. То есть разрабатывается новое законодательство. Тоже, кстати, вопрос. Интересно ли вам было бы послушать более подробно о персональных данных? Потому что у нас, как бы, есть прекрасные ребята из Костаты, которые занимаются именно этим вопросом. И я бы их тоже пригласить с такой короткой вводной лекцией о том, что происходит. И сейчас, на самом деле, очень интересные моменты происходят в Европе. Потому что, как бы, там вводится этот общий закон, который очень сильно уже встречает защиту открытых данных. И это влияет на работу многих компаний. Например, наш белорусский варгейминг тоже сейчас перестраивается. Потому что они работают на европейский рынок. И, как бы, некоторые данные, которые они собирали раньше, теперь они уже не смогут собирать. И это меняет, в том числе, многие бизнесы. В плане коммерческой тайны и государственной тайны сейчас, ну, это эти сферы, которые давно уже защищаются, в отличие от персональных данных. И здесь, как бы, на мой взгляд, происходит немножко обратный процесс. Потому что, как бы, вот, ты прекрасно заметил о том, что, когда государство единственный владелец данных, у него, как бы, монополия, да? Как вообще началась, там, история государственной статистики, да? Это был инструмент для управления территориями. Когда ты понимаешь, что у тебя происходит, там, сколько у тебя людей живёт, там, в каких домах они живут. И это когда-то была информация, известная только государству. Когда и родители начинают знать эту же самую информацию, они уже могут, как бы, совсем по-другому участвовать в процессе принятия решений, более информированные. И это, как бы, вот в этой идейной части открытых данных очень мощный, как бы, фактор о том, что открытые данные – это инструмент в том числе и, там, ну, теперь уже электронная дипократия, и обычная дипократия. Когда люди, имея те же исходные данные, на которых, там, государство принимает решения, могут также предлагать свои варианты действий. Так вот, как бы, ну, и, в принципе, это открытие, ну, например, там, сейчас уже никто не говорит, там, ну, на каждой карте есть, например, станция Линского метро, да? Еще, там, 20 лет назад, я думаю, что невозможно было найти карту, какую-то публичную, да? Или, там, 50 лет назад, да? То есть даже, вот, за что, там, 3 года назад мы пытались вместе с питерским проектом «Метро для всех», они, он сейчас уже, к сожалению, закрылся, но история была в том, чтобы, там, вместе с архитекторами обмерить станции метро, и они сделали это, там, ну, не знаю, в десяти, в большом количестве городов, обмерили все станции, чтобы понять, доступны они для людей, например, там, в инвалидных колясках, или, там, для мамочек с колясками, да? То есть ты, там, заходишь, открываешь, там, «Мне нужно проехать, там, с Октябрьской и Баркичей-Русканцев», и программа тебе выдает. Здесь тебе придется выйти, там, вот, через эту вход, потому что там у тебя коляска не проедет, а на этой станции ты можешь вот здесь выйти, потому что там у тебя не проедет. И когда мы пытались, как бы, легальным способом реализовать этот проект в Минске, «Минский метрополитен» нам отказал об этом. Они сказали, что это конфиденциальные данные, и вообще, как бы, нет, нет, нет. Проблема в том, что у нас «Минский метрополитен» — объект двойного назначения режимный, и у них много всяких этих бюрократических вопросов. Да, но, как бы, остальные метрополитены — это ту же самую функцию играют, и вот, как бы, для них это уже не было. Это небольшой сайт вопрос. Какой он, по-самому, «Минский» делался? Он не «Минский» делался. Это был сайт «Минский метрополитен», которые вообще сами картографы, и, ну, как бы, им было интересно этим с ним. А он был «Минский метрополитен», да? Да нет, никто не зарабатывает. Да нет, никто не зарабатывает. А он всё-таки не зарабатывает? Не всегда, но всем тоже никто не зарабатывает, как бы. То есть, есть вещи волонтерские, правда, в моей жизни. Вот. Ну, и вот, как бы, мне кажется, что за счёт того развития самой концепции открытых данных под понятие «государственная тайна», оно немножечко ослабляется, да? То есть, уже, как бы, есть даже, забегая вперёд, такой документ, как «хакция открытых данных», и один из её принципов – это «open by default». То есть, всё, что, как бы, точно, ну, там, не суперзакрытая информация, касающаяся, там, военной инфраструктуры, например, оно должно быть по умолчанию открыто. Коммерческие данные тоже мы видим, что постепенно, как бы, компании делятся. Вот, например, та же самая картотека, да, о которой я упоминала, они, с одной стороны, конечно, как бы, зарабатывают на том, что они собирают эти данные о других, ну, о компаниях, там, анализируют их каким-то образом, но они открыли свой API в этом году, и, например, уже какую-то информацию позволяют брать с того, что они собрали, при том, что им самим эта информация скромно даётся, но они, как бы, считают, что должно быть серо-разное движение. Что бывает, когда данных нет? Вроде как у нас. Тогда страны превращаются в такие серые точки на картах. Ну, это шутливая карта, про то одном шутят европейцы, а есть нежепливые карты, вроде вот этой, это карта загрязнения воздуха, и вы тоже можете видеть. В Беларуси было с этим всё очень грустно, потому что с воздухом, с одной стороны, ну, в Минске мы имеем там шесть статей, которые измеряют состояние атмосферного воздуха, но они, ещё несколько там каких-то локальных лабораторий, то есть там около двух десятков точек по всю Минску, есть ещё в отдельных, там, областных районных городах, не во всех, но в основном, как бы, роль этих станций заключается в том, чтобы понять, если где-то бомбануло, куда она полетела. У нас, в принципе, не стоит датчиков по городу, которые могли бы нам, как бы, рассказывать, где как-то обстоит с воздухом, и даже, как бы, воздух такая история, которую мы не можем, там, например, посмотреть, как у нас с этой датюшки экстрапонировать на какую-то другую область, потому что даже в соседних городах может отличаться состояние воздуха, тут продувается, тут не продувается, всё. Здесь окей, а здесь, там, прямо, хранилище всего два. И поэтому, как бы, ну, вот эта история, над которой сейчас в Минске пытаются что-то делать. У нас есть стартап Rinox, который делает такие, как бы, брелочки-датчики, которые измеряют состояние воздуха, когда человек просто его с собой носит, потом посылает эту информацию в апп, и таким образом, вот, то, что называется citizen-generated data, составляется карта, и они, собственно, почему мы с ними дружим, они эти данные хотят сделать перспективы открытыми, то есть, когда они соберут. Пока что они на этапе разработки и тестируют они свои приложения на данных Лондона, потому что в Лондоне это мало того, что есть, собирается, так ещё и открыто. Вот. Есть и хорошие истории. Я уже говорила. Это карта, ну, это скриншот из выступления Тима Бронерса Ли. Это человек, который изобрёл интернет в том виде, в котором мы его знаем, и последние, там, пять лет больше уже, он топит с открытой данной. И это из его выступления на тезе, когда он всю аудиторию составил скандировать raw data now, свои данные сегодня. И он, вот это он показывает таймлайн заполнения ОСМ. И как бы постепенно, как выполнялся планета. И, собственно, почему я вам предложила познакомиться в том числе с ребятами с сообществом ОСМ Беларуси, потому что, ну, они реально крутые, и это одна из многих карт, где Беларусь выглядит переди планеты всей. Чтобы вас, как бы, на первом занятии особо не грузить, ну, то есть на следующем занятии мы с вами поговорим о экономических эффектах от открытой данной, готовитесь к тому, что будет много цифр и примеров. Ну и дальше, как бы, пойдем к разбору примеров, к тому, как бы, какие открытые данные есть в Беларуси, вообще, как у нас с этим всем, как у нас с этим всем обстоит. Я надеюсь, что будет гость, секретный гость в середине занятий, чтобы вас мотивировать в присутствии. Отдельная история, на которую я очень надеюсь, что вы доживете и сохраните интерес к курсу, потому что это достаточно занудная история, с одной стороны, с другой стороны, очень важно, потому что индексы, там, международные практики, документы, как бы, они важны в том смысле, что они определяют правила игры, да, по каким мы создаем инфраструктуру открытой данной. Беларусь сейчас находится в таком, в точке бифрукации, да, государство решило создавать портал открытой данной, ему же создается законодательство, но пока что они смотрят, к сожалению, в сторону России и Казахстана, в плане, там, правоприменения и так далее, создания самого портала. И без давления, как бы, изнутри, они, как бы, будут делать, там, что-нибудь. Но мне кажется, что все-таки есть, там, и в министерстве информатизации, которое занимается этим вопросом, что там есть люди, которым это действительно интересно, и которые хотели бы это сделать хорошо. Ну, и мы, не знаю, вы видели этих людей. Они не существуют. Вот, но, как я уже сказала, открытые данные не работают без пользователей. Если не будет людей, которые, как бы, будут продвигать эту историю и сами пытаться ее использовать или, хотя бы, там, подсказывать, тестировать решение, которое принадлежит государство, то это не будет работать, и это не работает нигде. И если мы, как бы, сейчас не поучаствуем и в будущем не поучаствуем, то мы потом сможем только жаловаться на то, что все сделано и что-то не так. Вот, и закончить курс я хочу на такие, как бы, не символистические, или пессимистические, или пессимистические, я еще не поняла. Потому что, как бы, есть одновременно с тем, что уже, как бы, постепенно прошло достаточно времени, когда можно измерить каким-то образом эффект от открытых данных, но это остается достаточно сложной историей. Потому что, ну, как измерить, например, пользу от, там, хороших дорог, да? С одной стороны, вы, там, как бы, можете количество машин прочитать, которые проехаются, да? С другой стороны, будет ли это конечным, как бы, импортом? С открытыми данными, как бы, ну, вы можете посчитать, например, там, годовой оборот компаний, которые используют открытые данные, да? Но, с другой стороны, вы не можете посчитать прямо всех людей, которые использовали или продукты на основе этих данных, или, там, как-то улучшили свою жизнь, там, сделали научные открытия, потому что, там, получили доступ к данным. Потому что, это такая немножко неизмеряемая история часто. Ну, на самом деле, сейчас было замечательное исследование о сетях научно-исследовательских лабораторий, и, благодаря вот такой сетевой организации открытым данным, сейчас прорыв в биотехнологиях, в малотоннажной химии, в очень многих направлениях, поскольку, к примеру, вот чем болеют наши институты, они полностью изолированы, в результате всю инфраструктуру, все дорогостоящее оборудование нужно иметь у себя за забором. А такие сетевые лаборатории, они могут взять, клюнуть там, 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 там этих открытых данных и получить за 30 тысяч долларов то, что в таком классическом виде стоило бы миллионы. Ну, это, да, это отдельная история, то есть, как есть Open Software, который, как бы, все, все программы знают. Также есть и Hardware, да, когда ты можешь зайти на какой-нибудь сайт, скачать 3D-модель сложного аппарата, распечатать у себя на 3D-принтере и тоже им пользоваться, как бы. И это тоже, как бы, история, которая сейчас развивается. Да, Open Everything. И все это внуки. В общем, но тут есть, как бы, другая сторона, о которой я уже немножко сказала, потому что для того, чтобы открыть данные, нужно тоже проделать большую работу. С одной стороны, они, конечно, собраны на, там, налоги уже собираются и существуют, но с другой стороны, чтобы это все перестроить так, чтобы это можно было публиковать, потому что есть еще куча, там, историй с тем, чтобы, там, данные были в правильном формате, чтобы они были взаимосвязаны, чтобы данные, например, медицинские, там, ну, это немножко, ладно, медицинские, это немножко не про открытые, потому что, в принципе, сейчас говорится, там, и в сообществе больших данных, да, там, если недавно тоже в Амстердам на конференции, посвященном большим данным, и там они обсуждают примерно то же самое, что и в сообществе открытых данных, да, что нам делать с тем, что у нас разные форматы данных, и в разных странах они не склеиваются, да, а там рынки вообще все взаимодействие становится все более глобальным, и, как бы, вы меряете вот это вот так, а мы то же самое меряем по-другому, да, а нам нужно, там, какое-нибудь меж, там, межгосударственное взаимодействие, и уже тут возникает проблема, то есть это вот история, про которую сейчас все договариваются. И это все, как бы, требует, в том числе и финансовых, и технических вложений, и насколько оно, как бы, отбивается государством, это все бывает по-разному, потому что, там, вот сейчас уже Штаты и Британия находятся на том этапе, когда открытых данных у них уже столько, что они, как бы, жалуются, что-то осознанно, да, в России, например, то же самое, там, коллеги рассказывают о том, что у них приняли закон об открытых данных, то есть уже, как бы, есть обязательства чиновников открывать данные, но, так как, как бы, особого желания заниматься этим серьезно нет, то открывают, как бы, всякую ерунду, и, ну, просто, как, вплодят информационный шум. Это же прекрасно! Из этой ерунды можно очень любопытные вещи доставать. Ну, важно, ну, как-то особо никто этого не делает, да, т.е. есть, как бы, данные, которые, ну, как бы, имеют смысл, а есть данные, которые особо, ну, не имеют смысл, вроде, там, расписания работы гос. чиновников. Это, со мной, конечно, полезная информация, но, как бы, бизнес на это и не выглядит. И, собственно, и... Зато можно лично поблагодарить чиновников. Да. Последнее, о чем бы я хотела сказать, тут неправильный слайд, в общем, можем говорить с информацией и ссылкой, но я вам его пришлю, буквально вот перед, я его просто вставила, чтобы не забыть, буквально перед, там, тем, как я пришла сюда, пришла рассылка о том, что будет вебинар, Advocating for Open Data. Я рекомендую вам, как бы, присоединяться, это организует европейский вот этот портал, то есть немножко будет рассказывать о том, как вообще, ну, адвокатины, это то, что, скажем, как адвокатирование... Адвокатирование. Ну, продвижение. Да. Как, там, в Европе, собственно говоря, происходит продвижение самой идеи адвоката. Вот. Какие-нибудь, может быть, у вас вопросы есть, как нет? А эти презентации, их можно было сказать? Да, я вам пришлю. Спасибо. Вам понравилось. Thank you so much. А вы участвовали в голосовании? В нашем? Там, где язык и способ связи. Я его проводила, и я думала, что можно было участвовать. Но, с другой стороны, если бы я, проводя его, в нём участвовала, это было бы, наверное, как-то не очень корректно. Почему? Ну, я бы могла, например, проголосовать за то, что... Если бы был при равном перевесе, я бы могла проголосовать за то, что... Ага. Наслаждайте руль. А почему у вас нет вопросов? Просто стало интересно. Ну да, вы же тоже имеете право умирать в эту ситуацию. Да, просто... Мне надо поспить, если вы нашли. Я бы нашли. Нес, что я вас нашла. Какие-нибудь ещё? Какой-то фидбэк, может быть, по поводу того, что я рассказываю? Вам, как бы, много-мало информации? Больше примеров? Меньше примеров? Больше технических комментов? Меньше технических комментов? Что из того, что, как бы, я показывала на этом слайде? Вам интересно? Может быть, что-то нужно отменить и придумать вам другую тему для занятий? Любой фидбэк? Или вы ещё будете переваривать это всё? У меня вопрос. Можно 7 вопросов об открытых данных? Я надеялась, что это будет, ну, 7 занятий. А тут, получается, 6, если дольше. Ну, да, у нас 7, у нас 6 присутствует. На самом деле, я, как бы, я решила, что я не буду привязываться к цифре в 7, потому что, на самом деле, вопросов намного больше. 7 — это максимальное количество объектов, которые мозг может удержать в кубе внимания. Согласный исследователь. Согласный исследователь. Как же считалось 3? Нет, ну, максимальное, я говорю. Т.е. отбоков, и они, как бы, стараются, например, не выходить особо самым. 5 плюс минус 2. Да. Лучше плюс. Смотря ни о каких целях. Вот. Что ещё? Всё? Ну, тогда спасибо вам за то, что пришли. И – так поздно, быстрее, с горячими глазами. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.